Ассаламу алейкум, дорогие друзья, и всем привет из гостеприимного Казахстана. Мы сегодня в гостях у Бауржана Кенезбековича. Приветствую, Бауржан Кенезбекович. Приветствую вас. Друзья мои, вы писали много комментариев, когда смотрели видео по Каницентру. И там было там новый Каницентр, он не работает, здесь никого нет, здесь очень чисто. Я на эти комментарии вам немножечко там поотвечал, но я думаю, что, наверное, Бауржан Кенезбекович нам больше расскажет. Людей поразило, почему здесь чисто и нету никого. И мы, кстати говоря, посмотрели, когда там очень-очень много народу. Во-первых, то время, которое, если у вас зрители спрашивали, почему нет народа, это все-таки Каницентр в отгонном участке. Отгонный участок, это сезонное, летнее время, где-то месяца 4 практически народу не бывает. Потому что все перекочевали на летнее пастбище, потом на осеннее, потом только возвращается. Основные где-то... Это мы снимали летом, в июне месяце. Да, ну вот в этот момент они все на Джаляо. Джаляо – это у нас летнее пастбище. Вот зимний период, весенний, основной у нас народ находится там. Там и бонетировка идет, да, и лошадей, и верблюдов. Да, основные мероприятия уже проходят там, потому что где-то по видам животных верблюды, лошади и овец проходят все работы там, в отгонном участке, на зимних пастбищах. Соответственно, есть плановые мероприятия. Это ветеринарные, там другие, там осеменение или окот. Но мы увидели, как там исследования берут у лошадей, волосяные луковицы берут на исследование и так далее. Обязательно, потому что это у нас племенные же хозяйства. Поэтому ученые вот с института Каневоста, если там повесили верблюдо, то с института обцеводства, ну там с разных институтов научных, они берут для пробы, чтобы определить, зарегистрировать его. И потом она в данных, в базе района, области, республики там, она везде хранится. А почему мы такие построили капитальные здания? Потому что самый длительный период проходит именно там, в отгонных участках. И самое суровое время года. Зимние периоды. Зимние периоды. Даже осенние и весенние, они бывают непредсказуемые. Очень сильные ветра бывают. Мы уже сами видели, когда они могли выехать на съемки. А зимние действительно иногда бывают такие аномальные. Поэтому хочется, чтобы люди в этот момент хоть как-то условия были. Более-менее. Понятно, не у всех прям такие они. Но ежегодно мы стараемся все это строить, достраивать. Да, друзья мои, хотел сказать, что однажды мы приехали на съемки, говорили с Амангильды, ученым из Уральска, по-моему, да? Да. Вот. И мы не закончили работу, потому что там Табуны, где-то там Буран был, не пришли. Еще уехали. Приехали, мне кажется, через три недели. И он до сих пор там и живет в этом конецентре, да? И ждет, когда Табуны ждал. И проводил там всю работу и так далее. Вот, друзья мои, и в этом конецентре мы увидели удивительную картину, когда приехали куча-куча врачей, специалистов и так далее. Я думаю, что вы видите сейчас эти кадры. Очень много народу пришло. И в первый день до обеда, по-моему, 40 человек с лишним прошло диспансеризацию. Наверное, это так. Боржан Кенезбекович, давайте немножечко про это поговорим. Ученые сказали, что это государственная программа, да? Да, да, да. Ой, не ученые, а медики наши. Я хотел бы вначале поблагодарить наших медиков. Я имею в виду медиков области, областное здравоохранение, его руководство. Ну и, конечно, все это благодаря Акиму области, там, зам Акима, который курирует сельское хозяйство при их поддержке. Но областное здравоохранение, конечно, мы заранее это обговаривали, но в этом году немного была чуть задержка, потому что из одной области опять создали две области, поэтому и шло вот разделение области. Но эта госпрограмма, я думаю, она очень правильная, потому что все бесплатно, оснащенная с техникой, со всеми, они приехали. Приехали лучшие врачи, необходимые врачи, которые около 15, по-моему, их было, с областного центра, с главных наших поликлиник, больницы, во главе вот Анорбека. Потом Салакульского района, с обоих крупных больниц, там, из Кабамбаи, из Сучарава. Плюс соседних районов, Сарканского, там, насколько я знаю. Самые опытные врачи приехали. Но это вы их вызвали или как это все происходит? Нет, мы заранее все эти вещи обговариваем и хотим, чтобы вот так ежегодно она проходила. Потому что, видите, все началось с чего? Очень часто я вижу, что кто-то болеет. Ну, просто приезжаешь на хозяйство, видишь, у кого-то там что-то образовалось на лице или на руке что-то. Ну, элементарная вещь там. Или кому-то там зубы надо сделать или еще что-нибудь. Говоришь ему, вот этот мини-операция, у тебя займет там 5-10 минут. Давай приезжай в Алма-Ату, мы все оплотим, тебе вот так сделают, в хорошей частной клинике. Очень сложно животноводов вытащить. Да, конечно, тут Алма-Аты 500 километров минимум в одну сторону. Плюс, как это оставить? Вы знаете, даже дело не в этом. Животноводы сами по себе люди очень ответственны. Они понимают, что климат рискоконтинентальный. В любой момент может что-то разыграться там. Соответственно, они животных не хотят оставлять. Там же нет выходных, праздников или там, условно сказал, один день там, пусть животные там где-то в загоне. Я скажу, да. Дело не в кормах даже. Если животное пасется, его нельзя закрывать на стойло. Худеть начнет. Он сразу начал худеть. Как бы вы лучше не кормили, он первые недели-две будет точно худеть. Соответственно, этих людей куда-то отправить сложно. Потом есть какой-то страх, бояться кто-то, думает, что вдруг какое-то образование, что-то еще. Есть и такие. А потом, когда уже деваться некуда, начинает ездить. Когда поздно. Когда уже бывает поздно. Встречаются, к сожалению, такие люди. Но хорошо, что у нас такого не было. Я просто иногда вижу и прям заставлял их. Там с директора требовал, чтобы этот человек пролечился, приехал там. Потом сами смеются, говорят, вот за 10 минут мне вот эту операцию сделали, убрали. Зря я боялся, вот охотят. Даже, знаете, вот табунчики вроде самые крепкие ребята. Среди них я встречал. Врачей боятся. Боятся врачей, что... Самая проблема, это я говорю, то, что они не могут выехать, оставить животных. И сейчас удобное время. Как раз осенние осеменения они закончили. Цикл. И если еще протянуть, то уже начинаются январские морозы. Соответственно, в декабре она самая удобная период. Люди обосновались, все сезонные работы закончили. Кто занимается там коневосом, табунчики, или овцеводы, или кто там веблюдо пласят. Для всех удобно. А те, которые специалисты у нас, сельхозники, живут в населенных пунктах, для них не проблема. Они сами обседуются. И вот мы 200 почти человек пропустили. Сегодня многие из них находятся здесь. Практически все здесь. Сегодня сюда приехала медицинская бригада, чтобы обследовать людей, которые здесь работают. Это государственная программа, которая есть в Казахстане. Подобная программа есть в России. Но здесь я увидел суперсовременный автобус, нафаршированный полностью каким-то оборудованием импортным и так далее. Сейчас же здесь работают врачи. Сейчас вот я прочитаю, я тоже взял направление. Терапевт, хирург, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог. И еще есть какие-то специалисты. И сейчас мы посмотрим, как это здесь организовано. Повторюсь, это государственная программа. И это бесплатно. Автобусы ездят по всем регионам, по всем аулам. И проходят люди деспонсоризацию. Пойдемте смотреть. Куаныш, привет, дорогой. Как твои дела? С Куанышем, друзья мои, знакомы. Он самый главный человек по верблюдам в этом хозяйстве. Спасибо тебе, дорогой. Уже начал проходить? Молодец. Всем ассаламалейкум. Кто крайник окулисту? Никого. Нету? Никого. Значит, я пойду. Здравствуйте. Можно мы к вам с камерой? Здравствуйте. Ассаламалейкум. Куда мне присаживаться? Присаживайтесь. Друзья мои, мы находимся в кинотеатре, который нынче у нас офтальмологический кабинет. Как вас зовут? Индира Надировна. Индира Надировна, да? Отлично. Ух, тысячу лет не проходило. Зрение у меня упало. Из-за компьютеров. Все вот из-за зрителей. Все из-за зрителей. Да, да, да. Вот. Так. Расскажите, пожалуйста, вот эта программа, по которой вы сейчас сюда приехали, я правильно понимаю, что это государственная программа и для людей это бесплатно? Да, конечно. Конечно, бесплатное обследование. Ну, по возможности мы что могли, то привезли. У нас аппаратура-то в основном стационарная. Ну, да. То, что смогли, привезли. Но для первичного осмотра, в принципе, этого достаточно. Для того, чтобы хотя бы определиться, здоров-нездоров, в каком направлении дальше двигаться. Поэтому, в принципе, возможно. Сюда, ребята, сегодня и завтра, да, это будет два дня. И после. Ну, думаю, что дня три. Дня три, да, это все будет проходить. Сюда приехали работники предприятий, которые находятся недалеко. Да. Недалеко, чтобы, да, не ездить по всем точкам, потому что у нас все-таки здесь степь, снега и так далее. Да, добраться до вас непросто. Да, добраться непросто. Поэтому вот в этом центре собираются. Ну, что ж, давайте проверим мое зрение. Давайте, давайте. Закрываем левый глаз, Алексей. Буквки называем. Ш, Б, М, Н, К. Отсвечивает мне. Н, М, Б, Ш. Так, по одной. Н, Ш, М, Ш, И, К, К. Так, неплохо. Второй глаз закрываем. Ох, ничего себе, неплохо, оказывается. Называем. М, И, В, ну, опять же, бликует. И, Н, Ш, И, Н. Хорошо. А теперь двумя глазками посмотрите. Какая буква? И, наверное. Ага. Ш, М. Ну, неплохо. А что-то беспокоит со стороны глаз? Беспокоит близко. Да, вот, честно говоря, вот я в телефон, но я ношу очки. Ага. То есть у меня... А я видела на вас вчера были очки. Они типовые, я их покажу, друзья мои, я вам тоже покажу. С магнитиком. С магнитиком, да. То есть, ну, представляет некие мне неудобства. У меня два вопроса. Полных лет вам? 54. Очки у вас какие? Я не знаю. Не знаю. А с собой не взяли? Я там в номере остался. А, ну, хорошо. А вы ими сколько времени пользуетесь? Очки вот, которые для работы за компьютером, я ими пользуюсь, ну, лет 10 уже, наверное. Они антикомпьютерные? Антиблик? Антиблик. Они без диоптрии? Нет, они с диоптрией, но с какой-то там, не знаю. Небольшой. Вот. А вот эти вот большие очки, я их стал пользоваться недавно. Мы случайно на съемки приехали. Я у человека увидел, говорю, какие у тебя очки. Ну, мне бы хорошо было бы знать, какие у вас плюсы. А вы можете, кстати говоря, проверить эти диопты? Я могу проверить, я могу сказать, какие у вас очки. Ну, давайте мы пока ориентировочно посмотрим, что вы выберете. Выберите. Так, полных лет вам 54. Значит, вы должны сейчас носить в районе, ну, не меньше двух. Смотрим вот так, что видно. Какой текст можете читать спокойно? Расстояние 30 сантиметров. И какой текст читаем? В крайнее окно мастерской? Ну, в крайнее это вообще читаем. Окно мастерской, да. Грузные тучи. Грузные тучи медленно. Звон якорных цепей, грохот сцеплений. Все, выше смотреть не нужно. Обычно вот звон якорных цепей женщинам нитку в иголку вдеть. Ну, мужчинам, если занимаются там сваркой, например, мелкой какой-то. Или часовщик. Да вы что, серьезно, что ли? Да, вот сейчас. Да, то, ну, мне кажется, чуть похуже стало. Звон якорных цепей, грохот сцеплений. А чуть дальше лучше? Лучше. Значит, добавляем. Значит, вот ваши стекла плюс два. И по возрасту. И вот где-то вот таким. Вот, да. Комфортно, спокойно. Глаз ко мне тяжело. Нет, сейчас намного лучше. Спокойно. Чем было в предыдущей разе. А теперь посмотрите, чуть дальше держу не лучше? Хуже. Вот так лучше, на 30 сантиметров. Ну, вот так вот, да. Все, вот ваше стекло плюс два. Могу еще чуть-чуть добавить, два с половиной, потому что для 50-летних норма где-то два с половиной. Вы это выбираете сейчас меньше своей возрастной нормы. В принципе, это неплохо. Ну, вот я просто, чтобы вы могли сравнить, два с половиной еще могу вам поставить. Ну, так лучше. Так лучше, да. Вот смотрите еще, должно быть комфортно. Не должно быть тяжести в глазах, рези в глазах не должно быть, потому что стекла должны быть комфортными. Вот два с половиной. Ну, вот два с половиной. Вот смотрите, вот эта двоечка. Я просто, чтобы вы могли сравнить. Эта двоечка. По возрасту вам можно то и то. Даже вы выбираете. Ну, я бы не сказал, что принципиально есть разница. Принципиально нету, да? Да. А вот эта два с половиной. Принципиальной разницы нету. Так, вы теперь занесете мне свои очки. Я посмотрю, какие ваши стекла. Хорошо. Это может быть чуть получше, но непринципиально вообще. Так, пойдемте теперь туда. Так, лопаточку. Оставьте там, люди приходят. Ага, садитесь вот сюда. Сюда? Угу. Садимся, ставим подбородочек. Как у вас давление, как у вас сахар? Слушайте, я пью столько таблеток. Так. Ужас, ужас, ужас. Почему? От чего? Ну, у меня давно псориатические артерии. Я на самом деле 15 лет на инвалидности. Понятно. Вот. И сейчас, если я его смогу, потому что я не выручу. Ага, не Бехтерева у вас? Нет, не Бехтерева, ее исключили. Исключили, ставим. Угу. Вот такие вещи, как крематоидные дела, Бехтерева, вот они дают осложнение на глаза, поэтому вы у окулиста как минимум два раза в год должны наблюдать. Потому что это же синдром. Ну, пока, слава Богу, страшных вещей со стороны глаз я не вижу. Ваш плюс, пресс-биопия называется возрастная дальнозоркость, это по возрасту. Это к вашему основному заболеванию отношения не имеет. Ну, в принципе, так неплохо. Порадовали? Порадовали. Хоть что-то неплохо. Хоть что-то неплохо, да. Все, спасибо вам огромнейшее. Удачи вам. Много народу уже прошло? Да, у меня человек плюс-минус, ну, человек 30 прошло. Человек? 30-35 детишек, 10-15 где-то. Да, еще не сказал, что еще не только сами сотрудники, но и к семье еще сюда приезжают. Да, 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 детишки, обязательно детишки. В том числе и дети, да. Дети, да. Вот, и я видел еще там на регистрацию. Да, мы же, в принципе, мы готовы все 150 человек посмотреть, потому что легче нам приехать, чем мы поехали. Ага, давайте, давайте, давайте. Сейчас я посмотрю, какие-то у вас стекла. И вот еще у меня. Вот с этими я за компьютером. Вот это за компьютером. А это вот, эти я очки использую, когда телефон смотреть сугубо. Вы знаете, раньше было две пары очков у пациентов, то есть это были дальние очки и были очки ближние. Сейчас, в связи с тем, что появился компьютер, компьютер это не 5 метров, но это и не 30 сантиметров, это примерно метр. Поэтому вот этим пациентам иногда нужна третья пара очков. Вот я вроде вдаль-то вижу хорошо, а вот здесь вот иногда с телефоном, а работы много ими. А вы знаете, ну-ка одевайте. Это у вас 2,5, если я не ошибаюсь. Может, так они у меня заляпаны. Ну, да, вот примерно так же. Это 2,5? Примерно так же. Это 2,5. Не 2 точно. Какой у вас большой смартфон? Смартфон. Да, так что это ваши 2,5 стекла, менять их пока не стоит. Им сколько по времени? Год? Нет, наверное, побольше. Побольше? Ага. Ну, менять, в принципе, пока на другие дёртри не стоит. Да, я понял. 2,5. Хотя бы я буду знать. Так, а это вот за компьютерами. А это у нас небольшой совсем. Да, они совсем небольшие. Они совсем, возможно, это, я думаю, что 0,75. Подбирали, я говорю, лет 10 назад. Ага. Может быть, даже побольше. Ага. Потому что, когда стал много сидеть за компьютером. Но они у вас не антиблик. Не антиблик. Не с голубым. Это единичка. Единичка, да? Да, это единичка. Вы в них сидите на метр. Ну, около компьютера. Да, а когда 30 сантиметров, это чуть-чуть больше. Вот это 2,5. И как раз вот это ваши стекла. Хоть буду знать. А то, я говорю, мы приехали, и человек на съемках вот так вот ими сделал. Друзья мои, вот вы тоже посмотрите, какие у меня хиповые очки есть. Да. Мне их подарили, они на магнитиках. Человек сделал вот так, я сказал, ух. Да. Вы знаете, Алексей, вы будете знать, когда в этих очках вам захочется держать текст дальше, то есть вы на 30 сантиметров должны хорошо в этих очках сидеть. Да, да, да. Но когда вы начинаете двигать текст, это первый признак того, что надо менять. Спасибо вам большое. И спасибо за вашу работу, она очень благодарна. Друзья мои, первое задание квеста уже пройдено, а окулисты мы посетили. Здесь очень-очень много на самом деле людей, которые также стоят в очередь. Вот, Роман, покажи, здесь вот, там не знаю, куда стоят. Ну, здесь можно и анализы, и кровь издать, и так далее, и так далее. И вот, судя по всему, как раз там анализы крови берут на дальнем плане. Вот такие дела. Друзья мои, настоящие чабаны и табульщики с собой всегда носят нож, даже на медосмотр. Если что, он хирургу может помочь. Сейчас узнаем, зачем. Приветствую. Саламу алейкум. Зачем нож на медосмотр? Коней пасете. Коней пасете? Да, да. Я думал, хирургу помогать, нет? Нет? Вот так вот, ребята. Естественно, шутки, то есть всегда, конечно, с собой у табульщика нож, мало ли что, то есть всегда с собой есть оружие. И мы, когда сюда вчера ехали, мы здесь и зайцев видели, и видели оленей, ереки, ереки, как олень? Ерек, да, ерек, видели ереков там, значит, и видели еще даже следы волка. Фоточку я вам обязательно покажу. Так что мы здесь в степи находимся. Друзья мои, перед нами Бауржан. Бауржан, саламу алейкум. Саламу алейкум. Мы с Бауржаном снимали видео на Джаляу летом, потом смотрели бонетировку лошадей в расколе. И Бауржан, кстати говоря, нам летом сказал, что он вылечился от инфаркта. Ну и зачем вы приехали на медосмотр, раз вы уже здоровый? Здесь, как весь врачи, комплексные врачи, надо в УЗИ проходить, зону посмотреть, горло, нос, а там УЗИ есть. Здесь комплексные для профилактики. Я думал, кони лечат все. Все лечат, но однако профилактика надо. Профилактика надо. Отлично. Правильно, друзья мои, обязательно обращайтесь. К врачу не делайте, как Алексей Евгеньевич. Я первый раз за много-много лет пришел, надо делать, как Бауржан. Как часто проходят у вас такие Бауржан-осмотры? Час? Через 6 месяцев. Через 6 месяцев, да? Да. Ничего себе. Здоровья еще раз вам. Спасибо. Дети это дети чабанов? Да, вот это Табунчиков, Чабанов. Дети сотрудников? Да. Которые на этих точках находятся. Ну, представляете, они разбросаны где-то чуть ли не на 100 километров. Бездорожье, грунтовые дороги, зимой, сами знаете. А тут старшие-то дети у них там в селениях, или вентонат, или у себя дома, они учатся, да, там. А здесь у них дошкольники и родители. И, представляете, 60 детей дошкольных прошли обследование. Это же классно, знаете, мне самому приятно, как будто я обследовался, и мне сказали, вы абсолютно здоровы. Друзья мои, я сам обследовался у врачей. И покажу вам немножечко, как мне мерили зрение, как мне брали кровь, и так далее, и так далее. Но вы какую-то разницу почувствовали, покой лекарств, или что-то, где-то в городе, поликлинике пройти, Илюня? Нет, конечно, все. Мало того, я тут увидел некоторые вещи, которые я никогда не видел в городе. То есть реально вот этот анализатор, который тут же выдает там эти анализы по крови и так далее. То есть мы смотрели, это там, ну, мобильная штука такая, которая тут же она все печатает, все, ну, полностью делает анализ. Я видел, как анализ молока так делают, а как анализ крови такой делают, я видел первый раз. Вот, то есть очень-очень все здорово. Вы знаете, просто в советское время еще как-то их заставляли филографию делать, или еще что-то там есть, или там какие-то передвижные магазины, бани, или вот так, обследование, было еще кое-как. А кто работает с животными, я говорю, у них нету свободных таких временей. Люди очень ответственные, куда-то выехать им нужно там несколько суток, да, это оттуда надо выбраться, еще там добраться куда-то, там общаться, потом вернуться, все это даже сама логистика занимает приличное время. Еще суровый климат. Люди работают, работают, вроде там, ну, кто-то получает какие-то там премиальные, кто-то там какие-то грамоты или госнаграды, но в конечном итоге лучшие годы проходят, не успеют на пенсию выйти еще же молодой, что-то 50 лет в то время там, 50-50. И уже здоровья нет. У них здоровья нет уже. Не успевают на пенсию выйти, у них начинаются проблемы, у многих это. Потом слышишь, что у того жена заболела, у кого-то еще что-то. А у нас принято только с семьей вместе работать. Если даже Атару... У нас это в Казахстане. Да, у нас в Казахстане обязательно быт должен быть как-то обустроенный. Обязательно семья, дошкольные дети, кто в школе, дети или даже студенты бывают, на каникулы приезжают, помогают родителям, рядом находятся. Ну, кроме, я имею в виду, даже летнего периода. Летний период, само собой, во время каникулы. Да, друзья мои, я тут видел, мы тут видели, значит, ну вот эти юрты, которые стоят и летом, да, то есть, и там всегда находится женщина, которая готовит еду, когда мужчины приходят с работы, то есть, им не надо самим готовить еду, у них весь быт налажен и так далее. Это очень-очень здорово. В других регионах страны, России имеется в виду, я видел чуть-чуть другую картину, скажем так, где более такие суровые условия, где я бы не хотел, наверное, работать, а в таких условиях я бы и сам пошел работать. Вы знаете, я раньше думал, что она везде так принята. Наверное, это связано с нашей культурой, бытом. Ну, кочевой образ, да. Все-таки в прошлом кочевнике, поэтому, с другой стороны, у нас не принято, чтобы мужчина готовил. Понимаете, вот, условно, если я был бы старшим чабаном и без семьи пасбовец, условно, вы пришли бы ко мне помощником. Ну, представляете, мужчина, он у нас не стирает. Я же ваши вещи не буду стирать, условно. Вы свое тоже не будете делать. Готовить вам не буду. Дома то холодно, то жарко, может, еще что-то. Мы уже, друзья, мы шутили по этому поводу, как казахи пошли на рыбалку и остались голодными. А у нас из-за того, что быт четко распределен, мужчина, он занимается хозяйством, женщины не меньше работают, если не больше. И они готовят, стирают, помогают своим мужям. Где-то скот свой могут подоить, еще что-то. Они, знаете, там, гости к ним заезжают, сами заметили, да, намного вкуснее и разнообразнее, наверное, чем в населенных пунктах. Потому что все под рукой, и кто хорошие хозяйки, у них быт очень хорошо обустроенный. Хоть суровое, скажем, климат, все остальное. То есть каждый, извиняюсь, опять же, каждый чабан, табунчик держит свой скот, может держать свой скот. Вот, да, коровы там, на молоко и так далее. Да, 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 мы для них же отдельно вот эти вещи построили. Но есть определенные какие-то иногда ограничения. Например, там, производители своих нельзя, мы своих племенные даем, потому что у нас племенное хочется. Да, ну, чтобы не перекрывал там. Потом со стороны, как попало, нельзя добавлять, там, закупать или что-то. Потому что у нас есть электронные серьги, сканеры по нему сразу определят, да. Какие-то болезни могут прийти со стороны. Ну, есть определенные требования. Определенные требования и правила, да. Но в любом случае у них есть свой скот, когда они могут взять его, зарезать и съесть, условно говоря. Вы знаете, я для других республик или там народов не могу за них говорить. У них, наверное, по-своему там привыкли. В Казахстане животного рода, это 99%, наверное, это казахи, да. Быть – это первая очередь. И у кого хороший быт, дома чистота, порядок, хорошо готовят, хорошие условия. Туда очередь выстраиваются помощники, если хотят. Потому что знаешь, что у него вещи всегда будут постиранные. Всегда горячая пища, потому что он с холода придет, там, всегда постель-постелено, там, покушать, есть. Он свою вахту отработал, уехал условно, да. Поэтому быт – это первая очередь. И я могу сказать стопроцентно, вот, у кого хорошая супруга, да, вот, хозяйственная ответственная. Обязательно у тех результат в хозяйстве. Они в лидерах. Это из советских времен, так. Это любой животный вод, вам можно сказать. Поэтому даже наших директоров спросите, они скажут, у кого хорошая хозяйка, в первую очередь их берут. Не в обеду мужчинам, но она так, она и есть. Да, значит, и получается, вот они вахту отработали, сколько, две недели вахты получают? Каневоды, они, вот эти помощники, они бежон, они сами определяют по 20 дней или по 15 дней. Есть, которые и по 10 дней, но редко. Вот, в зависимости от поголовья, три или четыре человека всего пасут. И вот они вахту устраивают по 10 дней или по 20 дней или по 15. В основном все 15 дней или 20 дней вот отъема. И уехали туда на конецентр. Они в конецентр приезжают. Почему мы построили конецентр? В конецентре уже по отдельным точкам не надо, чтобы хозяйка была хорошая, чтобы им постирали. В конецентр он приехал, свои вещи чистые, там переоделся, машину, транспорт все оставил, там стоянка все есть. То есть спокойно может в сауне попариться, переодеться, отдохнуть и выехать на свою вахту. Забрать двух своих лошей, поехал на вахту. На вахте он 15 дней побыл, живет в Кунге, рядом с Табуном. Там, правда, уже в Кунге они сами готовят. Вот эти два человека приготовили. Ну, чего они день три раза же не готовят, день один раз они готовят. Конечно. Да, перекусывают вот этим. Зато им с точки туда 30 или 50 или 70 километров ездить не надо каждый день. Табуна рядом 500 метров. Какая-то опасность, Табуны даже сами близко подходят. Кунгу, да. Там и вода, там все им условия, соль, что им нужно, все это есть. А в Кунге дополнительно есть для рабочих вот этих два человека, у них по две лошади на смену на 15 и четырех лошадей. На четырех лошадей у них и сено, и комбикорм по норме. Раньше наши как, его просто арканили, там ставили на аркан, и он там вокруг пасть. Или стреножили, а потом его надо было искать там 2-3 километра где-то. Все равно уходил. Да, уходил он. А сейчас он рядом с Кунгом. Понимаете, ветрозащита, все есть от Кунга. Все, и никаких проблем. Лошадь спокойно отдыхает, хозяин отдыхает, у него там и фильмы есть, и книги почитать, и вода у него внутри, запас 10-50 литров. Газ, печка, может спокойно лежать, отдыхать. А со связью как? В степи же нету связи. По одному спутниковый телефон есть. Спутниковый телефон есть, да? Где берут мобильные телефоны, мы же там поставили, станция. Да, кстати говоря, друзья, мои станции еще есть на конецентре, на самом, да, стоит? Да, да, 4G мы ставили где-то 4 станции, ой, 2 станции и, по-моему, 8 даже усилителей в разных местах. Поэтому максимально где берут, есть мобильная связь 4G, где нету спутниковые телефоны у них, они могут, например, Буран, зачем к ним рваться, там, смотреть, что с ними. Одно сообщение скинули, там, что у них все нормально, и все, никаких проблем. Я не знаю по графику, когда, какие там мероприятия, скажем, какая-то прививка или отбивка, там, к этому числу они пригонят, и все. Никто никому никаких проблем не создает. Да, друзья мои, я заметил, что здесь механизм, глядя со стороны, весь механизм работает сам по себе. То есть никто не ходит, не спрашивает, Вася, а что, вот это-то сегодня будем делать или завтра? А, завтра, ладно, нет, такого здесь я не видел. Здесь все работают автономно, и такое впечатление, что, ну, реально сами по себе, хотя я четко понимаю, что это все очень и очень взаимосвязано, и очень все вот так вот завязано друг на друге. Да, мы, видите, как специально сделали систему управления такую, мы взяли что-то из прошлого, что-то из современного, да, потому что сегодняшняя технология и техника, которая имеется, она позволяет намного мобильнее управлять. Поэтому, как в советское время, там каких-то завод, гонные, заведующие того, заведующие этого, лишние за техники, вид врача, этого нету. Там есть директор, замдиректор и вид врач. Все, на 10 тысяч, поговорю. Каждый на год вперед программа составляется, эта программа утверждается, и каждый старший табунщик знает в течение года, какие мероприятия он должен провести. Остальное время они сами, как отдельная единица, сами руководят, сами решают. Никто им не говорит, что у вас бах-то должно быть под 10 дней. На внутренние их никто не лезет. По оплате у них есть карточки, туда скинули и все. Ну, то, что должны на руку получить. Какие-то налоги, это понятно, там, в главном офисе это все оплачивается, все. Остальное им скинули по карточке, получают свою заработную плату. Никто их не контролирует. Да, да, это я заметил. Это я заметил, да. Чтобы им еще легче было, понятно, на каждый табун по 2-3, вот эти GPS еще повесили. Вот, потом, для определения вот этих, у нас племенная жена, под кожей в гриве, у них ЧП есть. Его, когда она проходит, например, бонтировку что-то, сканирует по нему, видят дополнительно к нему холодное таврирование с азотом. Там же тоже номера стоят. Поэтому двойной учет у животных. А то, что спутниковый телефон еще, почему? Потому что вот эти GPS, если не погода, они, лошади могут за сутки уйти хоть в 100 километров. В этот момент основные вот эти косяки он сразу покажет до точного квадратного метра. Если у вас доступна GSM-сязь, вот эта мобильная, придет туда сообщение. Если нет, то на ваш спутниковый он придет, где он находится. Вы, когда погода устаканилась, вы можете приехать, оттуда забрать их. Ну да. Но она висят, то есть, на жеребце. На жеребце, да, потому что косяк ведет то у нас. Да, то есть на жеребце. Еще вот проговорили, начали говорить, вернее, про таврирование. Было несколько вопросов, что это за такое тавро, что оно обозначает, тавро необычное и так далее. Можете рассказать про это? Да, про тавро, там, видите, как наши корпорации, джесу, логотип мы взяли когда-то его с наскальных рисунков. Это от древних наших предков, еще садского периода. Они по территории, где проживали наши предки, сегодняшние потомки тюркские народы, в том числе мы, казахи. Поэтому она, говорит, означает воин, который идет с флагом. Но у нас, у тюркских народов, всегда на копье, ну как флаг, флаг голова волка. Мы себя считаем потомками небесных волков, поэтому, как бюро говорят, правильно будет перевод, небесные, да? Небесные, не серые волки, а или синие, переводится, если напрямую, а так смыслово его, как небесные волки. Мы считаем своей матерью, прародительницей волчицу, поэтому, говорят, дети алталаши. Но это было еще до ислама, получается. Это тюркский каганат, и дальше те периоды, сакские периоды, 2, 3, 4 тысячи лет назад. Курганы, захоронения, помните, где вы снимали? Вот каменные есть курганы, есть земляные курганы, вот они делятся, земляные, каменные. Потом есть курганы подземные, надземные, камеры расположения. В некоторых курганах даже камеры находятся наверху, в некоторых есть внизу. Я просто лет 15 где-то финансировал наших ученых с 4-3 курганов. По раскопкам, да? Да, по раскопкам курганов, поэтому в нем, ну как бы, имея кое-какие знания. Это, кстати говоря, нам тоже было бы очень интересно хотя посетить, посмотреть. Можно на лето попросить, ученых в семье можете поучаствовать. По ним я могу много чего рассказать, а ученые, само собой, там расскажут. У меня сын в свое время ездил несколько лет подряд в археологические раскопки, то есть очень-очень ему нравилось это дело. Очень интересно. К сожалению, я просто проездом там участвовал или так беседовал с ними. Но приехать посмотреть очень интересно. Очень классные вещи. Обещали то, что мы за эти годы делали, они еще книгу выпустить. Их можно было почитать, еще кое-какие книги у меня есть по ним. Это ведущие ученые, как Абдеш Сашченович Толюбаев. Это одни из трех или пяти ученых, признанных в мире по сахским курганам. И вот эти на скальных рисунках Петроглев, воин идет с копьем, и как будто флаг, это голова волка. Но тут же у вас на коне вроде как? Да, на коне. А на животных, как свое тавро, как родовое свое тавро, я поставил только вот этот копье с головой волка. И сверху платочек, платочек, это как якобы белый платочек, это что воин возвращает с хорошей вестью. То есть если белый флаг, чтобы издалека было видно. У нас у казахов тотем, волк же, знаете, мы вообще его не говорим. Тюрки говорят по-разному, волк переводят, кто-то курт говорит, кто-то бюрек, кто-то каскар. Но так как она наша прародительница считается, его в олах у нас не говорят. Словок не произносит? Нет, не говорят. Иткус говорят, типа собака, птица, типа вот так. Ну по имени, у нас же старших родителей по имени мы не говорим. Вот точно так же тотем наш, ну как бы он святой, поэтому его не говорят. Я, у казахов вот есть три вещи. Один это род, какого рода. Мы казахи состоим из родов же, понимаете. Все друг другу родственны и получаются казаки. У каждого есть свой танг-багаль. Это тавров вот это. У каждого рода, подрода. Потом дальше идет, у каждого есть боевой клич. И у каждого рода есть свое название. Три вещи, которые никак нельзя ни подделать, ни обмануть, ни что ничего не сделать. То есть это родословное? Да, родословное вот так идет. Например, я из рода Найман. Боевой клич Каптагай. Подрод у меня Карагирейх, Кабамбай. Карагирей род идет, там боевой клич Кабамбай. Там свое таврово. Среди карагиреев мы идем как Токпак подрод. Боевой клич Каптагай. Предок полковой. Среди них я иду уже Есена Ман и мы семь поколений моих предков. Например, для своих потомков я взял вот это. И она отличает наших животных вот это таврово. Ну, не скажу, что весь Казахстан. Но кто в нашей области занимается животным, они все поэтому таврово, увидев таврово, определяют, что это с нашего хозяйства. Понятно. Она всегда вот территорию или животных определяла. Понимаете? Для этого удобно. Вот представьте, у нас 13 табунов. Если мы... Это мы про лошадей сейчас говорим. Да. Я почему сейчас про таврово пример приведу. 13 табунов. Их там в среднем, скажем, отвезет по тысяче. Кого? Даже если вы старше одного табуна, я другого. Еще там Роман Третьего. Завтра что-то смещает. Как мы определим? Вы скажете, это мой по виду. Я согласен, может, он не согласен. Тогда надо этот... Он же полудикое животное. Практически дикое, да? Аркана даже не видел. Его надо ловить. Потом его сканировать, да? Дистанционно же не сможете его сканировать. Вот этот чип, который у него есть. Поэтому единственное, вы можете увидеть номера. Хорошо даже, если он даст приблизиться там на 5-6 метров. Но номера тоже 6 растет неравномерно. Или таврово не так попало. Надо так близко подойти на метр, может, два. Ну, во время как бонетировки вот через исток проходят. Этого нету. Соответственно, что делать? Вы по тавру видите. Ага, это животное наше. Понимаете, нашего хозяйства. Ну, да, да, да. Все, уже определен. А дальше спокойно загнались по номеру, уже можете разбираться. А так, если просто номер, вы чужое животное можете пригнать. Люди не так могут подумать, да? Да. Поэтому тавру, он дает, что он принадлежит такой-то компании. А дальше уже, какому табуну, его уже по номерам уже могут через исток пропустить, через сканирование, вот, по чипу могут определить. Вот для чего и что означает вот это тавру. Копье, голова волка и белый платочек. Супер. Так, но вернемся все-таки к нашей медицине. Вот, остановились на том, что чабаны и табунчики разбросаны там 100 километров. И в этот день, когда приехали врачи, на три дня они все собрались в кондицентре. Там, скорее всего, руководители определили, какой день там конюки, какой день... Да, потому и несколько дней. Да, да, да. Какой день там... Ну, график какой-то выстроили. Какой-то день, например, в радиусе, может быть, 30 километров или 50. Или они, скорее всего, сделали так, у кого есть помощники, или их отправили, или сами приехали. Ну, чтобы в один день помощники, в другой день там сами и так далее. Кто-то есть и даже без помощников, там уже наши специалисты. Где-то в Овцеводце у нас есть изотехники, ветврач есть там, есть там, скажем, младшие ветврачи, веттехники. То есть кто-то их заменял, чтобы он эти полдня или день приехал, обследовался. В результате я сказал, они говорят, вообще, без никаких напрягов по графику, говорят. И там уже... Почему вот вы спрашивали вначале, почему чисто или то... Конечно, если знают повара сегодня, сколько человек будет обедать или ужинать. Кто готовит баню, он знает, сколько человек сегодня заявку сделали, тот, кто-то. Потому что заранее же определён, сколько человек хотят приехать в этот день обследоваться. Это всё налажено, поэтому проблемы нету таких. Меня, конечно, там не было, но я, наоборот, у вас хотел спросить. Был там какие-то непонятный шум, кто-то за кем, какие-то очереди, ему надо торопиться. Вот заметили, что... Ну, детей вперёд пропускали. Детей, конечно же, мы вперёд пропускали. Всё остальное, естественно... Обоснованно, естественно, да? Потому что, видите, он знает, что сегодня у него со скотом... Детей за чупа-чупсы, мы раз чупа-чупсы, и они готовы там колоть сколько угодно. Вы знаете, мы... Это, кстати, классная тема чупа-чупсы. Честно говоря, ну, наверное, не совсем правильно, что идём на какую-то хитрость. Всем там подарки дают, детям, женщинам. Это, чтобы они как на праздник ехали, не боялись. Понимаете? Когда им объявляют, ну, ежегодно теперь вот такой момент, они как на праздник приехали, отдохнули. Кто хочет, попарились, кто хочет, в кинозале фильмы посмотрели, кто-то в библиотеке книги там взяли. Понимаете? Пообщались там, хорошие блюда им готовят, подарки дают. А то вы человеку, когда говорите, что надо идти, обследоваться. Ну, он же не каждый день, тем более животноводой, да, несколько лет раз, если пойдёт, хорошо. А там люди, которые могут всю жизнь ходить. И им после этого интересно. Когда ты говоришь по графику, все прошли. В результате ни медиков не задерживаем, ни специалистов, ни животные не страдают, и этим людям комфортно. Да, 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 да. Мы с врачами, когда говорили, за столом сидели, по-моему, после первого дня, сказали, что только у одного человека там какую-то проблему небольшую выявили. Да, говорят, у кого-то печенью выявили, но у нас договорённость заранее. Его отправляют, например, в районную больницу, и если там некомпетентно, они там же сразу выписывают, например, не отправляя в район, в том же месте, где обседание было, этого человека сразу отправили в область. То есть они, врачи, могут сразу же дать направление, если что-то более серьёзное? Да, не просто направление дать, ещё они его там сопроводят до конца. Если ему операция нужна, они это всё сделают, вылечат, его отправят. Всё это бесплатно по госпрограмме, и плюс они не просто его отправляют, сами делают, ещё сами сопровождают всё это. В одни руки, и всё. Условия у нас только так, так говорилось. Кого в районе, если в районе, кого в области, в области, всё они сами делают. Если что-то, какие-то сложные лечения в каких-то республиканских институтах, в других совсем городах или в столице, что-то, если по госпрограмме есть, они ставят в этот график их на бесплатно. Если что-то не терпит, можно платное, тогда мы компания готова оплатить. У нас вот такая договорённость с медиками. Но пока они ни одного не дали нам на платное. Всё сами делают. Я говорю, просто я им благодарен. Дело не в том, что бесплатно делают, а то, что вот такие высококлассные специалисты приехали, и я спрашивал, там, где эти кто-то, боялись врачи. Обычно видят халат, уже начинают бояться. Нет, говорят, как во время праздника такой атмосферы прошло. Да, 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 всё было очень так лояльно, весело. Ну, толкотня, куча народу общаются, и, в общем-то, всё нормально. Друзья мои, пока я тут сижу в очереди, чтобы сдать кровь, хотел бы рассказать вам про чупа-чупс. Вот этими конфетами угощают детей. Сюда приехали по семье, у кого там пять детей, трое детей и так далее. И у детей берут тоже кровь, то есть детей тоже обследуют. И чтобы дети не кричали, им дают чупа-чупс. Это очень-очень здорово. Да, дети же не кричали тут у вас? Да, я брала. Вы брали, да, у детей? У нас всё детское. То есть даже детские эти самые есть, да? Детские у нас... Иголочки, да? Да, иголочки детские, безболезненные. Процедуры проходят безболезненно, не чувствуют. И дали чупа-чупсы. Когда они чупа-чупсы увидели, вообще не стали. Всё, сразу же. Сразу, да. Кали, куда хочешь. А что вы делаете сейчас здесь, можете рассказать? Я... У нас мы сделали забор крови, общий анализ. Я... То есть прямо результаты сейчас здесь получается? Да, я проверяю. Например, я вот... Бесарьев у меня. 1969 года. То есть прямо вот этот вот аппарат, он делает общий анализ, да? Сразу общий анализ делает. Угу. А почему нужно, чтобы человек был голодный? Потому что, Наташа, канальцы делаются точнее будут. Точнее, да? Угу. 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 У него сахар нормальный 4,6. Угу. 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 Здорово. Угу. Угу. Здорово. Я почему-то думал, что вы будете отправлять куда-то в лабораторию, а вы, оказывается, все с собой привезли, все анализы. Угу. Это очень-очень здорово. Угу. 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 Вот, кстати говоря, наверное, после коронавируса у меня появилась такая проблема. Слушай, до этого никогда не было. Угу. А тут вот тоже сдавал, и в этом году сдавал, и в прошлом году сдавал. и невозможно ее взять. Друзья мои, мы сейчас пришли в сауну, но на самом деле это не сауна, это у нас кабинет хирурга. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Как вас зовут? Ахтлик Сеитович. Как часто проходят у вас такие выезды? Расскажите, пожалуйста. У нас по государственной программе выездные медосмотры проводятся в селах. Это участковые врачи, все занимаются. А мы пришли здесь на зимове, чтобы осмотреть здесь проживающих лиц, в том числе детей, семьи. И вот это все у нас проводится. Друзья мои, я говорил, что очень важно, что кроме самих животноводов, кроме самих табунчиков и чабанов, сюда могут приехать и к семье, и соответственно с детьми. Что очень-очень важно, когда люди живут отдельно, автономно, и чтобы получить медицинскую какую-то помощь. А скажите, пожалуйста, вот как часто бывают случаи, что вот вы видите человека и говорите, о, парень, тебе надо это в стационар класть на операцию. Ну, здесь, видите, бывает стационар ложится больнее в плановом порядке и экстренном порядке. Ну, здесь я сейчас до этого осматривал пациентов, никаких экстренных пациентов еще не было. Если экстренные будут, я скажу, администрации, начальство, там уже дальше будем решать насчет транспортировки. А в данный момент все пациенты, которые у меня были на приеме, у них в основном все здоровые, но бывает у некоторых, например, хронические заболевания. Ну, я даю рекомендации, что дальше, как делать, как лечиться. Друзья мои, я порвал сухожилие в прошлом году как раз в Казахстане. Сейчас мы поговорим с доктором по поводу моего сухожилия. На носочек встать не могу. Какое сухожилие у вас? Ахилово? Ахилово, да. То есть я вот на этот поднимаюсь, а на этот мне никак не подняться. Хожу, хромаю немножко, но... Перелом был, да? Нет, растяжение порвано. Ну, как-то там не до конца порвалось оно. А МРТ делали? Да, делал я в России МРТ. То есть они мне там сказали, что как-то оно там не до конца порвано, на самом деле. Так должна зажить, да? Ну, я обратился поздно. То есть я обратился через полгода. Я думал, это у меня последствия после ковида. И обратился поздно. Мне сказали, сшивать уже поздно. Видите, здесь надо МРТ все смотреть. Я тоже... Ну, это понятно, да. Я не могу что-то сказать. Да, 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 да. То есть у меня снимка нету с собой. Это вот как раз тот случай, когда вы отправляете на обследование, да? Угу. Ну, я отправляю. Я, например, вот сейчас УЗИ пройдут, если там вдруг у кого-то желчекаменная болезнь, например, я сразу пишу заключение, что экстренное оперативное лечение в плановом порядке через портал бюро госпитализации. Это для людей бесплатно? Или как? Бесплатно, конечно. Там они все амбулаторно, по месту жительства, все анализы пройдут, все обследования, и потом они ставят на портал к нам в областную больницу, и у нас все уже бесплатно там. Операция все это. Супер. Вот так вот, друзья мои, еще раз повторю, что очень важно, что люди, которые работают с животными вдали от цивилизации, имели возможность получить первичный медосмотр, получить какие-то рекомендации и так далее. В случае, если выявляются какие-то проблемы, то их сразу же могут направить на лечение и там госпитализацию. Спасибо. Здесь я написал МРТ, консультация травматолога. Желательно вы эластичный бинт, когда ходите, нагрузку особо сильно не делать, чтобы повторные растяжения ничего не было. Надо вообще по-хорошему физиолечение, вот это все надо пройти, это все уже по месту жительства. Рахмет. Все, давайте. Хороших вам пациентов. До свидания. До свидания. Друзья мои, в бухгалтерии у нас находятся сейчас терапевты. Саламу алейкум. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Динара Кушарбаевна, да. Вы терапевт? Я терапевт. Терапевт-пульмонолог. Скажите, пожалуйста, как вам вот эта вся программа государственная, где вы ездите по селам? Основная эта работа вы где находитесь? У меня основная работа это областная больница в городе Докруган. Я там работаю с заместителем директора по контролю качества. Сижу и совместно пульмонолог, терапевт-пульмонолог параллельно. Программа замечательная, потому что вот именно для вот таких отдаленных районов, именно для таких людей, которые работают на обгонах, у них нет возможности выезжать. Приехать, конечно. Да, выехать, допустим, потому что здесь такое хозяйство. И выездной, как называется, выездная бригада оказывает помощь, то есть выявляет на начальном уровне какие-то заболевания, дает хоть какие-то рекомендации. Поэтому я думаю, это вообще хорошо. Здорово, да, здорово. Нам вообще... Мы автобусы ваши видели несколько раз. Мы летом здесь были и осенью, то есть видели несколько хаулов, там автобусы. Это супер вообще, нам очень это нравится. во-первых, спасибо нашему президенту, Касанжо Мартин Милич, такая в первую очередь это его заслуга. Супер. Ну, тогда про мое здоровье. Что там мы намерили? Давление у вас сейчас 120 на 80. У вас рабочее давление какое? Давление у меня разное, но я таблетки принимаю очень давно. Постоянно, гипотензивные, да? Вы гипертоник. Да, да, постоянно. Сколько лет? Ну, принимаю больше 10 точно. Максимальное давление до скольки у вас поднимается? Гипот, правильное питание. Видите? Вы как? Сейчас какие лекарства принимаете? Если вы гипертоник, вы должны знать свои лекарства. У меня 9 всяких разных записано, я их на память не помню. На самом деле, если хотите, я их принесу сюда, покажу. Ну, мы же здесь все. С холестерином как у вас? С холестерином не знаю. То есть я принимаю и гормональные, принимаю и обезболивающие. Я 15 лет на инвалидность. И сеофор от сахара принимаю, и давление, и так далее. Инвалидность у вас не бектерева? Нет, ее исключили. Вот второй человек, кстати говоря, спрашивает уже здесь. Нет, псориатический артрит у меня. То есть у меня псориаз 7 лет, то есть это уже без малого 50 лет. Ну ладно, не 50, а 48, 47. Выдали себя. Гормоны вы что принимаете? На память я их не помню. Я могу принести вот это все свое. Ну принесите для интереса, я тоже посмотрю. Хорошо, давайте. Тогда дождитесь меня, я сейчас приду. Все хорошо. Так, это понятно. Это витаминки. Это кальций. Кальций, да, это витаминки. Если вы гормоны принимаете, кальций обязательно, потому что любой гормон, он вымывает кальций с организма. Я очень, как это сказать, очень исполнительный пациент. То, что мне врачи выписывают, я вот это раз и их принимаю. Я не спрашиваю, зачем. Это, мы же не спрашиваем у пилота самолета, как ты водишь. Правильно. То есть врач лучше знает, чем я, это точно. Правильно, правильно. Вот незначительная тахикардия есть, наверное, где-то у... Ну я нервничаю, конечно. Ну да, конечно. Незначительная тахикардия. В принципе, не страшно, вы молодец. Давление нормальное. Ну вот с возрастом их все больше и больше этих. Ну, а как вы хотите? Не так хочу. Воду пейте, воду, воду, обычную воду. Сколько вы пьете? Ну много я, чая много пью. Нет, чай, просто воду, сколько вы пьете? Ну, может, немного воды. Может быть, там... Вы должны 2-2,5 литра в день пить. Ну, я, может быть, литр воды выпиваю. Тем более вы диабетик, вы гипертоник, у вас сосуды, вам надо тем более пить 2,5 литра. Хорошо. Это только разжижающее. Возможно, потом со временем вам и не понадобятся эти гипотензивные препараты. Понятно. Так, давайте тогда от меня к остальным пациентам. Как вы оцениваете людей? Вы же вот первый человек, кто должен встречать пациента. Вот я... Сколько сейчас? Мы где-то человек 30 уже посмотрели, да? В основном здесь мужчины, они гипертоники. Начинаю спрашивать у них анамнез. Они как говорят, мы утром уезжаем, ну, на своих лошадях в степь, все, и нас до вечера нету. Я потом начала спрашивать, сколько вы воды принимаете? Говорят, ну, утром выпили стакан воды, все, до вечера нету. И они гипертоники. У него у одного здесь 180, у одного 190 давление. Лекарства вообще никакие не принимают. Говорят, мы даже не чувствуем эту головную боль. Мы не чувствуем это повышение давления. Говорят, почему, ну, постоянно, они же в движении, кровь начинает закипать. И я говорю... Ну да, то мороз, то лошади потерялись, то еще что-то. Поэтому я им сказала, говорю, вы уезжаете, вы утром хотя бы 3 литра воды с собой берите. Вы утром стакан воды выпили, все. Некоторым я расписала, конечно, лечение. Там надо где-то, да, обследоваться, где-то УЗИ пройти, где-то консультация боли такого уже специалиста, кардиолога надо. У кого-то сосуды надо будет проверить. Ну, вроде бы объяснили, сказали, да. Ну, видите. Понятно. У нас менталитет какой, когда уже начинаем действительно свалимся, тогда только обращаемся за помощью. Наш менталитет с вашим не отличается. Ну, мы же вместе, в Советский Союз же, это же... Мы же Советский Союз же, люди Советского Союза. Мы работаем, пока уже не сможем не работать. К сожалению, к сожалению. Поэтому, конечно, а вообще люди сами по себе, вот даже я по бегунку посмотрела, в принципе, у всех одно и то же. Хирург замечание сделал, там УЗИ смотрим, у них диффузные изменения, хронические панкреатиты. Ну, понятно, питание, насколько мы говорим, оно чисто калорийное, но, тем не менее, здесь жирное все равно правильно. Вот здесь у них, кроме они мяса, как говорится, больше ничем не питаются. Мясо, хлеб, кумоз, чай, вот. Но, насколько оно чистое, тем не менее, оно вредное. Тем более, баранина, где много холестерина, правильно? Объяснила, вроде бы. Конину надо, конину. Говорят, там меньше холестерина. Ну, это, знаете, такая роскошь. А так, в принципе, люди здоровые здесь. Люди здоровые. Здоровые. То есть давление, можно таблетками. Конечно. Мой пример показывает, я говорю, вот у меня было 220. Мы приехали вечером, я говорю, ну, после съемок в баню собрались, я говорю, подождите вы из бани, я говорю, что-то я нехорошо давление смерил, у меня ноги подкосились, я говорю, идите вы в баню. Да. Я говорю, ну, а сейчас вот 120. Сейчас 120. Шикарно. Если бы вы меня увидели, у вас давление сразу нормализовалось. Все, хорошо, спасибо вам большое, хороших вам пациентов. Спасибо, спасибо. И вам не болеть. Спасибо. И мы тут заодно прошли обследование, потихонечку проходим. Конечно, программа у вас шикарная. То есть я знаю, что в России, ну, есть подобные программы, когда людей просто обзванивают по телефону, приглашают к врачам. Мне несколько раз звонили, но было очень неудобно по времени мне диспансеризация, да. А так вот у вас хоть это тоже пройду, узнаю. Сравните. Да. Не, хорошо, я же рассказывал, что мы в прошлом году лежали вообще в госпитале в Шемкенте. Когда приехали тоже на съемки, у нас коронавирус свалил, и мы тут пролежали в больнице. Вот. И слава шемкентским врачам, что нас вылечили. И мы, когда месяц, меньше месяца назад приезжали в Шемкент, первым делом к врачам в больницу, пообщались там. Очень приятные люди. Так что вот вы большие молодцы здесь. И вот эта программа, конечно, она шикарна для людей, что никуда ехать не надо, на месте выбрали там. Вообще мы сами первый раз выехали. Да, да, да. То есть, ну, вы по аулам ездите, а так вот, чтобы вот в степь первый раз... Нет, я сама первый раз, вот я сама лично первый раз выехала, да. Обычно, ну, мы люди стационарные, обычно это поликлинические врачи выезжают же на амбулаторном уровне. А мы, стационарные врачи, практически не выезжаем, к нам уже поступают. Ну, это же хорошо же развеяться там, сменить обстановку. Конечно. Всего удачи вам и спасибо. Ладно, вам того же. Забираю я свое богатство. Да, обязательно. Вот так вот и это самое, двигаемся. Ну, ладно, хорошо хоть так. Хорошо хоть так. О, давайте-ка я встану. Нас здесь тоже откормили, и вообще я не знаю, как с этим бороться теперь. А где-то надо включить, да? Не так и много, 94 с копеечкой, ну, плюс одежда, плюс тут какие-то железяки, часы там. Ну, было меньше. Ну, 85, скажите. Было 87. Ну, приезда. Ну, да, ну, мы давно приехали. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ так друзья мои сейчас мы пойдем в кабинет где написано охрана салам алейкум и расскажите пожалуйста как пациенты вы сколько уже человек приняли я вот вы у меня 51 51 до ничего себе у меня здесь профосмотр как медицинский осмотр идет и консультация например я вот сколько здесь 50 человек из них я вот 27 или 24 уже отправил направление в халамбай чтобы лечить зубы из них 50 процентов нуждается протезирование им дождь дал совет как кому обратиться но то есть много получается людей а протезирование вообще есть бесплатная для людей или сейчас протезирование плотно платно платные в городе только делаем у нас в городе протезирование делает но вообще-то по страховке оказывается можно по страховке да ну да по медицинской страховки если позволяет денег хватит строковом полюсе покрытые расходы и еще этот как пенсионный фонд тоже можно забрать не только я уже ждал же разрешение как ну то есть не обязательно бешеные деньги платить за зубы да можно из пенсионного фонда тоже вот и 7 дней что вылечить зубы давайте садитесь осмотр чего сделаем давайте да откройте вообще-то зубы у вас беспокоить или нет беспокоили до недавнего времени вот поменял четыре верхних зуба нижний меня вот зуб который кривой у меня поехал потому что долго отсутствовали зубы это у вас долго отсутствовали опорный 6 зуб потом у вас это считается как парамонтоз это надо лечить или удалять нет не надо удалять зачем удалять их можно лечить и здесь у вас можно мостик поставить и антибиотиками надо лечить укорчики надо поставить это вообще-то неделю на должны колоть до витамином и антибиотик назначение а зуб выправиться он сейчас вот или нет нет это уже не исправимо это надо вытащить и этот на штифт поставили если есть возможность можно на штифт поставить понятно вообще да я не так давно полностью ну в прошлом году по крайней мере все закончил как раз вот с верхними зубами у меня там до давняя история в студенчестве на свадьбу в деревню съездил городской парень это и так у меня первый зуб у ребята вылетел год сколько раз в стоматологии вот последнее время часто ну несколько раз тогда ну два-три раза вот если у вас зуб не беспокоит вы не ездите но вообще-то год до 2 раза съездить обязательно просто консультация консультация стоматолога не обязательно делать не обязательно должен зуб болеть просто консультацию вы же знаете как мы все пациенты ходим а мы пациенты как ходим-ходим когда зуб за развалится поехали а там целый букет уже на этом уже все именно так у меня и было а у вас сейчас до данное время у вас жалоба нет жалоб сейчас не надо сервис для оголочка в норме но надо этот парадонтоз чуть-чуть подлечить а то этот зубы будет болтаться не выпадывать сам по себе надо их укрепить антибиотиком хорошо хорошо значит говорите много нас таких сегодня до кого на консультации отправили стоматолога два раза в год того-то два раза в год еще и когда работать только по врачам ходить хотя для консультации там часто не надо там 15 минут консультации даете все год два раза 30 минут жалко что ну вот на каждого 30 минут потратить вот недель день пройдете все отец да друзья мои когда-нибудь может быть во время стрима я вам расскажу как я съездил в студенчестве в деревню на танцы и чем это все закончилось будьте осторожны спасибо вам спасибо удачи хороших вам клиентов и здоровых зубов у ваших пациентов друзья мои сейчас мы побеседуем с санарбеком англ хановичем салам алейкум расскажите пожалуйста вы главный врач насколько я понял больницы чьи специалисты приехали сюда я являюсь директором областной больницы города талды курган жительской области работаю больше 18 лет в практической медицине в этом году в послании президент наше государство косм-жимарт кемель его то есть послание сказал то есть вся медицина должно быть доступны до каждого населенного пункта и до каждого гражданина в связи с этим то есть при поддержке министерства здравоохранения республики казахстан местным акиматом акима области руководителем управления и в том числе и то есть местными органами то есть которые районов мы решили провести медосмотр правосмотр то есть отдаленных от населенного пункта в отгонах это то есть практиковался 10 то есть при советском ссср ссср связи то есть независимости республики то есть за 30 лет до 30 лет то есть это частых таких отгонных пунктах то есть все узкие специалисты не попадает то есть граждане то есть не всегда попадает то есть в районные центры или в областные центры в этом году мы посоветуюсь с поддержкой то есть местными то есть руководством решили в этом в этом году провести от населенного пункта от 100 150 километров мы сегодня вот находимся от 100 километров от населенного пункта в отгонах проводим то есть планируем провести 150 160 человек медосмотры в том числе детей сегодня первый день здесь привлечены с районных центров и в основном специалисты областных центров областной детской больницы и областной взрослой педиатры тоже и педиатры тоже есть и узисти сильность узкие специалисты проводят медосмотр за полдня мы уже 61 человек провели обследование завтра то есть дополнительно будем проводить у них начиная от общий анализ мочи крови заканчивая до узи мы здесь на так про ручной полости или чего нет нет узи брюшной полости щитовидной железы а то есть сердце узи сосудов то есть может провести этот узкий специалист конечно таких специалистов в районных центрах и периферии то есть не хватает конечно как везде дефицит кадров то есть ежегодно выпускаются то есть медицинские студенты специалисты но не всегда то есть они хотят во нет не всегда они то есть хватает специалистов то есть поэтому с поддержкой то есть с областных многопрофильных клиник периферию и чтобы доступно обследовать то есть особенно то есть действительно тяжелых суровых природных вот этих работ это условиях они работают и для них конечно удобно таких и это бесплатно это все бесплатно это бесплатно государства за счет государства то есть за наш акима области поддержки руководитель управления здравоохранения то есть районные то есть главные врачи центральной районной больнице акимата а сколько всего приехало специалистов сюда вот я вижу очень много я думаю при этом 3-4 человека мне кажется человек 15 здесь здесь у нас сейчас 15-16 человек с медсестрами то есть задействованы на профосмотре профосмотре все они врачи особенно узиист пульмонолог гематолог который терапевт хирург они то есть очень с опытом специалисты да вот я хотел про опыт поговорить какого уровня то есть я вижу это не студенты далеко не студенты да можете рассказать это доктора наук нет у нас все то есть здесь сюда мы направили то есть врачи первой категории и свыше категории здесь идея сегодня осматривают у нас главные врач лаборант узи специалист главный пульмонолог терапевт смотрит и остальные то есть заведующие отделение то есть не ниже то есть первой категории ниже первой категории специалисты это очень здорово люди с удовольствием сюда поехали или сказали чё там куда там степь в аулу ехать нет мы вообще в клинике то есть в нашей области вообще по системе здравоохранения все то есть понимаем мы мы понимаем если их мы вовремя то есть профилактическим осмотром не проведем они к нам поступить с осложнением тяжелые случае будут тяжелые пациенты естественно в областной центр и центрального районной больницы когда то есть запущенные пациенты приходят запущенные пациенты приходят эту программу мы планируем то есть если положительные результата даст но я думаю это даст, уже мы результаты получили. То есть, ежегодно, ежегодно, весной, осенью планируем, то есть, такие же, да, два раза в год мероприятия провести. То есть, сюда, ну, выезжать, вот в такие отдаленные места. То есть, просто я видел ваши суперавтобусы, которые, я надеюсь, мы еще успеем поснимать, видел в аулах, то есть, куда можно доехать по нормальной дороге. А здесь, друзья мои, у нас много километров по степи, и автобус длинный, и он мог просто не проехать по этим кочкам. Правильно понимаю, да? Вообще у нас в системе, то есть, здравоохранение есть, имеются у нас передвижные, то есть, поезда, наверное, слышали. Да, да, да. Сейчас суперсовременные такие автобусы вышли, КамАЗы есть, которые ездят, но они не всегда, то есть, попадает приезжают такие... То есть, санитарный КамАЗ? Да. То есть, это не буханка, как была в советские времена? Нет, там КамАЗ, флюроаппарат, УЗИ, и осмотр даже вот этих, то есть, узких специалистов, которые, как окулисную сегодня, то есть, беседовал с своей коллегой, она говорит, я, говорит, уже здесь 3-4 человека, говорит, уже подобрал зрение, как вы, то есть, очки надо носить, говорит, или кто-то носит, говорит, неподходящие, которые, то есть, окулисты, ну, окулистов попасть, естественно, если в районном центре есть, хорошо, но если нет, они должны попасть в центр, в город, это, извините, 250-300 километров, там надо оставаться, обследоваться, очередно записываться, это все, это все, то есть, очень время занимает, и не всегда, то есть, народ не ждет очередности, и разворачивается, уходит, и когда еще в областный центр приедете, или в мегаполис, это уже тоже тяжело, это жизненно, то есть, даже я тут вот узнал, хоть какой у меня диоптрий, наконец-то, у моих очков, то есть, здорово, а вот про, ну, мы начали говорить, врачи ваши, которые работают у вас, да, то есть, они с удовольствием сюда поехали, или не хотели ехать? Нет, с удовольствием, с удовольствием, я поначалу, то есть, это, то есть, выезд я где-то отрабатывал месяц-полтора, беседовал сначала, то есть, с сотрудниками, ну, конечно, хотели, то есть, немногие говорят, то есть, особенно молодые специалисты, то есть, они не уверены в себе, то есть, побоялись, побоялись. Ну, естественно, то есть, все специалисты, которые даже молодые, окончившие ординатуру, резидентуру, они первый раз в жизни выезжать, то есть, в лоб-в-лоб встретиться, то есть, патология, надо решение принимать, поэтому я все-таки, да, ответственность, поэтому первый раз я взял сюда, то есть, перенаправил опытных специалистов, они, естественно, после нашей, то есть, после их беседы будут они короткий только доклад будет докладывать, и в будущем будем, то есть, будем воспитывать, то есть, прееменность. А вы можете сказать, какая-то есть уже, ну, вот, по прошествии 61 пациента, какое-то понимание, как тут по здоровью, или какие там типичные заболевания, может быть, у животноводов, наверняка там есть какие-то свои типичные, там, простываю чаще, я не знаю, там, или артриты, там, и так далее. Я сам практикующий травматолог-ортопед, оперирующий, оперирующий, я вырос, вышел, вышел с поселка, я помню, и я тоже занимался, то есть, действуя по молодости, в основном, я сюда направил специалистов, которые действительно нуждаются. Здесь, в горных местностях, что, в первую очередь, давление, сгушение крови, желудочные проблемы, может быть, и заболевания, особенно суставов, потому что они постоянно в холод, на лошадях, хронические, то есть, вот эти, переохлаждение, перенагревание, а на сегодняшний день, то есть, я побеседовал с коллегами, собрал, говорю, какие патологии, в основном здесь, по поводу детей особо, то есть, тут заболевания нет, потому что здесь питание нормальное, то есть, натуральные все другие. А у пожилых, то есть, работников давления и заболевания сустава, заболевания сустава, но которые нуждаются, и может, то есть, печеночно, то есть, у одного пациента, то есть, кистопеченную выявили, кистопеченную, очень много этиологии, то есть, и куда таких пациентов? таких пациентов, то есть, в районный центр мы будем, то есть, нуждаешься один, то есть, заслуживает внимания одного пациента, то есть, перенаправить для дообследования в районный центр или в областную больницу. Я уже, то есть, Мы ждем, когда пусть направят, обследуем, посмотрим, опасно ли, не опасно, или там оперировать, или консервативно без операции. Нет, это тоже бесплатно. Да, все бесплатно. То есть у нас система страхования, то есть в медицине у нас есть гарантийный объем бесплатной медицинской помощи и застрахованные, то есть соцпакеты. В основном на сегодняшний день, то есть население, то есть граждане по республике, особенно они больше, точной цифры не могу сказать, больше 50% они все застрахованы. Каждый работодатель, то есть если хочет нормально у него и производство, или то есть работа шла, он должен следить за здоровьем сотрудников, беречь. Да, есть, направляют они в районный центр на правосмотр, обследоваться, да, но они не всегда, не всегда доедут, и не всегда, то есть ждет обследование, потому что там сначала надо записываться, анализы надо сдать, потом эти анализы, то есть после обеда или завтра. Этот человек, то есть не живет в районных центрах, нету знакомого или в городе, этот человек должен уехать, или он через несколько дней обратно поехать, или через месяц, поэтому на сегодняшний день, сегодня, то есть здесь полностью кровь сдали, ЭКГ прошли, УЗИ прошли, по специалистам прошли. Если надо дополнительное что-то надо обследовать, и тут обратно же прошли. То есть мы круг замыкаем, замыкаем. В конце, естественно, то есть у нас будет на каждого, и тут же, то есть есть главные врачи, специалисты районной больницы, кто, например, не прикрепился, кто, например, да, их они сразу автоматически здесь документации прикрепляют медицинским. То есть у них будет оформлять медицинская карта полностью замкнутая, замкнутый круг мы здесь сделали. А кто, то есть нуждается, мы готовы принимать, они знают, какой, то есть пациент, какой, то есть гражданин, какой патологии, где на диспансерном учете стоит и у кого. Такое мероприятие не только мы, то есть хотели провести в этом, то есть в крыльцевском хозяйстве, но и будет это по нашей области, будет. Других предприятиях тоже будет. Особенно, то есть в таких, то есть в отгонных работах, их можно, всех можно собрать или весной, или осенью. Летнее время они на пастбишах, на джеляуах, да, кто-то там в зимовке. Поэтому они более-менее чуть-чуть так сейчас освободились, они скучно сидят в это время, то есть провести. Ну, во-первых, очень хотелось бы, то есть очень организованно, запланировано посещение, посещение, то есть проводит. Руководством предприятия сделано здесь все, по-моему, для удобства и врачей, и для людей. И посещение, видите, нам же, то есть в день одного, не двоих пациентов, вот за полдня 61 сотрудников, но это уже... А сколько стандартно врач принимает, там, терапевт, людей? Это же нормативы есть, наверное, кида? Да, есть нормативы, есть нормативы, то есть у каждого травматолога, кулист, например, да, и терапевты, они начинаются по каждому, по-разному, то есть в среднем на одного пациента 15-20 минут уходят. Но есть, еще же они же направляют на рентген, направляют на КГ, это суммарно где-то на одного пациента мы планируем в среднем, то есть на 20-15-20 минут. Ну, то есть 3-4 человека в час получается. Да, получается. Ну, в этом... Здесь переработка врачей. А сегодня, потому что здесь, видите, опытные специалисты, опытные специалисты и все потоки, медсестры отработаны, быстро-быстро-быстро компактно проводим. Спасибо большое, Анарбек Манглханович, было очень приятно с вами побеседовать. Друзья мои, а вы напишите, пожалуйста, в комментариях, видели ли вы в своих регионах или странах такую медицину, чтобы люди приезжали в отдаленные участки на Зимовье или просто куда-то в аул или в деревню. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я желаю лично вам здоровья, удачи всему коллективу. И очень здорово, что вот такие мероприятия проходят в республике. От фермеров не только Российской Федерации вам большой рахмет. Спасибо. А я к вам как специалисту обращусь. У меня порвано сухожилие. То есть это по вашей части, наверное, да? Я слышал, что у вас частично порвали на архиву сухожилия. Да, да, да. Мы договоримся с вами. Спасибо. Вот так вот, друзья мои, такие вот удивительные вещи происходят. Реально, я первый раз с таким встречаюсь. Друзья мои, даже, ну, вы, наверное, заметили, что я чуть-чуть хромаю. У меня порвано сухожилие. И в России мне сказали, ну, ты поздно пришел. Я действительно поздно пришел. Через полгода я сам понял, что у меня порвано сухожилие. Я обратился. Когда мы видео снимаем, ездим все лето, с весны по осенью. Осенью я обратился, мне сказали, поздно. Но тут, значит, я тоже со своей хромой ногой, значит, обратился. Мне сказали, давай, давай, тебе подрежем, все зашьем. Но это потребует там два, что ли, или три месяца там гипса. Я пока не могу выделить эти два-три месяца. Но я ее выделю обязательно. То есть я к тому, что действительно врачи очень компетентны. Мы поговорили весело, с шутками. Обычно, когда ты приходишь к врачу, по крайней мере, в России, на платный прием, терапевту или еще кому-то. Врач, загруженный своими проблемами, когда же тут я домой еду. Мне еще заполнять там чертову прорву этих бумажек и так далее, отчеты писать. Врачи замученные. Люди замученные в очередях. А здесь, ну, как на праздник, ну, наверное, можно это и так сказать, что действительно было очень весело. И с врачами можно было поговорить, посмеяться что-то там, шутки пошутить. Это всегда... И врачи были очень лояльны. Я не знаю, как в обычных поликлиниках в Казахстане, но когда там в Россию приходишь, как обычный человек, как вот по месту прописки, я говорю, ну, туда тяжело приходить, потому что я понимаю наших врачей, они действительно замучены своими проблемами. А здесь все было очень так весело, и все были такие довольны, и советы, и то, и все. Мне сказали, какие таблетки ты пьешь, давай покажи, там, я им приволок свою кучу, значит, лекарств. Мы там посмотрели, там пообсуждали. Ну, было очень компетентно и приятно, на самом деле. Мы потом видео сняли с врачами, ну, уже после, как они закончили, сидели, общались, наши сотрудники, там, специалисты, скинули, ну, врачи там благодарят. Я безмерно благодарен врачам. Конечно, врачи те же самые люди, такие же, как и мы, правильно? У каждого со своими проблемами или там еще чем-нибудь. Ну, представьте, в отгонный участок, куда даже специалисту, прежде чем ехать, надо настроиться, да? А тут врачи за столько, за сотни, за несколько сот километров оставить своей семье работу, поехать куда-то, непонятно, да, к животноводам, как те времена старые. Тогда хоть партия заставляла. И приехать вот так отработать, я безмерно благодарен. Вот они настоящие герои, да, вот таких надо, по ощущениям всегда, я считаю, что грамоты, госнаграды, их нужно отмечать. Здоровье человека – это самое важное. Вот они пришли, вот так отработали, да, что одна их улыбка, наверное, вылечила людей или люди дальше хотели лечиться, да? Да, да. Я потом спрашиваю, хоть кто-то напрягался там, какие-то эти, что потом мне приедут, нет, говорит, просто люди, наши все были довольны. Я имею в виду живутого. Потом я главного врача, который все это организовал, я ему позвонил, поблагодарил там областного здравоохранения. Одно слово сказали, ребята отправили, да? У них спрашиваю, они тоже самое, благодарить, говорят, все нормально, прошло, вот, 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 вот. Но все равно, когда я начинаю думать, мне тоже куда-то неизвестно, если куда-то ехать, непонятно куда. Представляете? Еще такое количество людей и в такой обстановке всех обследовать, лечить там, еще что-то. Все равно они много кому назначения дали, а люди как бы здорового не были. Второе, третье, и после этого такие благодарные уехали, я так говорю, это о многом. Да, да, да. Врачи, как вы заметили, не просто хорошей квалификацией, но и люди с хорошим воспитанием, с хорошей средой, наверное, хороших семей сами. Я этому очень рад, очень рад. Ну, конечно, у нас и менталитет, и она принята у нас относиться гостеприимно друг к другу, потому что у нас считается каждый казах друг к другу, брат или сестра, родственники. Поэтому им огромное спасибо. Друзья мои, даже было два рентген-кабинета, то есть один рентген был в автобусе, и еще был отдельный кунг, там, рентген-кабинет и так далее. То есть, ну, давление, понятно, окулисты были, зубной врач, по крайней мере, он осмотрел полость, не было зубного кабинета, естественно, его не привезти. Ну, полость там рта посмотрел, дал рекомендации и так далее. Кардиограмма, кровь, мочу, то есть куча-куча-куча хирурги, куча-куча всего можно было пройти. И это очень-очень здорово, что есть такая возможность у животноводов это сделать. Не, только у животноводов. Вот эти автобусы, вы помните ли, там, со мной когда ездили, видели? Да, да. А вот мы как раз и это, и посмотрели. А, друзья мои, извиняюсь, перебью. Еще были педиатры специально для детей, еще и были женские врачи, которые женщин там тоже осматривали. Ну, это фантастика. Нет, там врачи, они могли еще предоставить, просто какие нужны были специалисты, по заявке они приняли. Например, в наших последние моменты каких-то двух-трех врачей по другим специальностям включили. А так, если надо было еще по каким-то, конечно, они приехали бы. То есть можно, можно, да? Можно, можно. Это наши составляли заявку. Понятно, те предлагали общие, потому что они специалисты, вот, можем, что еще нужно. И наши говорят, вот, у нас детей много, педиатров нужно, там, того нужно, того нужно, детские какие-то. А вот эти оснащенные автобусы, которые видели, в каждом районе он ездит, летом вы сами заметили, маленькое отделение, вот, помните, базирик. Вот он то там стоит, то там стоит. То есть он постоянно ездит этот автобус? Он постоянно ездит этот автобус? Рентгену, вот эти селения, кроме того, что в каждом селении есть амбулатория, ну, в зависимости от количества населения. Где-то амбулатория, где-то поликлиники, где-то больницы, вот так, везде есть они. И, исходя даже от этого, вот этот оснащенный автобус еще дополнительно есть. Того, что нету, например, в этом населенном пункте в амбулатории, есть в этом автобусе, да? Рентгена нет, но он приехал, их там снял, филографию там. Вот такие, и кроме всех этих работ, еще мы, животноводные, нам туда-то. И они туда приехали. Но это год-то был еще аномальный, в начале ноября уже 36-37 градусов мороза было. Сколько снега выпало, перед неделью дожди. И те дороги, которые были сделаны заранее. То есть вы еще и дорогу сделали. Автобус, кстати говоря, огромный длинномер, китайский, не помню я марку, то есть это китайская техника, супер вообще. Мне кажется, не меньше 12, если там... Огромнейший, да. Это 15-16 метров, он огромный. Мы уже по ночи чуть-чуть его поснимали с лампочкой, поговорили с водителем, ну буквально там 3 минуты некогда уже было. Потому что все у нас были, видите? Да, 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 да. То есть с водителем поговорили, там и автономный, ну подогрев, кондиционеры, все, все, все. Нет, наши там, видите как, дорогу могли бы им подправить, чтобы автобус проехал. Просто врачи заранее ездили, оказывается, и сказали, слушайте, ваши кабинеты удобные, если смысла нет, мы все с собой можем привезти. И они на вездеходе приехали, привезли все с собой. Я сам удивился, смотрю, там для меня знакомый же кинозал, например, там окулист, по-моему, принимал. Окулист в кинозале, да. Где-то в сауне там еще кто-то принимает, в библиотеке кто-то принимает. Кроме тех кабинетов, директора, там бухгалтера или ветврача, там я смотрю. Везде они организовали и быстрее. Поэтому нам даже необходимости, вот это автобусы не надо. Он теперь пусть ездит по этим населенным пунктам, где асфальт, хорошие у нас дороги, да? Да. Согласитесь. А там, где в каждой точке же такую асфальт, дорогу же не сделайте. Конечно, конечно. Мы просто сами своими силами грейдер пускаем, веркатки. Для наших машин нормально она, как бы на джипах ездим, там, и ленивый, УАЗы. А для таких автобусов, которые там... Ну да, там кочка, где он длинный, ему тяжело там. А для таких автобусов, которые там... Это наш медицинский передвижной комплекс. Друзья мои, да, я вам представляю Асхата Куанашбаевича. Ассаламалейкум. Асхат Куанашбаевич, рассказывайте, пожалуйста, что за чудо автобус у нас тут? У нас это медицинский передвижной комплекс, который был закуплен Алматинским областным акиматом. У нас такие автобусы, БМК называется, медицинский передвижной комплекс. Он закуплен во все районы. Во все районы области. Области. По одному. По одному. Она очень удобна, передвижная, чтобы доступная, качественная медицинская помощь донести до каждого отдаленного аула, поселка, до каждого отделения. Вот мы, Архарлы, сельский округ, население здесь 460 человек. Вот мы сюда ставим два дня, и мы здесь, и в этом комплексе есть рентген. Да, сейчас поговорим. А где врачи живут два дня? Два дня здесь есть гостиница, ну, гостиница, да? Или у нас можно вот привезли, увезли утром опять. Но если ближайшие села мы так делаем, а если более отдаленные, там они ночуют, обеспечиваем им жилье, пропитание. Ну, давайте тогда посмотрим на этот суперсовременный автобус. Спереди очень качественный рентген-аппарат, здесь поставлен, он корейского производства, снимает в цифровом формате, очень качественно. И выявление, ранее выявление онкологических заболеваний, затемнение, туберкулез, если нужно будет. Ну, тут простудных заболеваний, наверное, много должно быть, холодно? Нет, холодно-холодно, но наоборот в селах более закаленное население. Ну, правильно, они едят... Да, экологически чистые продукты. Курдюк едят. Экологически чистые продукты, и у нас нету же, даже самолет не летает, здесь заводов нету. Давайте посмотрим здесь, значит, вот что, вот стенка, да, Роман, покажи, пожалуйста. Это, как называется, вот... Ну, схема, да, грудной клетки. Да, грудную клетку, сюда челюсть и подбородок прикладываются, и снимают. А как же тут двери, как это закрывается? Автоматически дверь здесь закрывается. Обе? Да, обе. Можно вот так, видите, вот закрылась одна дверь, чтобы безопасность медработника, и эта дверь тоже закрывается. Да, чтобы это был, чтобы радиационное излучение не передавалось. Это современный, не то что советский, где свинцовыми одеялами надо было укрываться. Безопасность, в первую очередь безопасность. Да, безопасность для всех. У нас есть вот доктор, офтальмолог высшей категории, Джуртугулова Клара Турарбаевна. Вот она, здесь все у нее возможности даны ей. Вот здесь в автобусе у нас оснащение офтальмологическое полное, современная аппаратура, например, тормоскоп, это один из суперпредметов. Когда мы смотрим глазное дно, глазное яблоко, все, мы здесь вплоть смотрим до глазного дна, это сосуды головного мозга. Затем по желанию больного мы подбираем больному очки. Очки подбираем для чтения или для близей. Это зависит от жалобы больного. Потом уже назначаем комплекс метода лечения. Но то, что очень хорошо здесь можно поставить полностью диагностику. Назначаем лечение. Если нужно будет глубже обследовать, конечно, мы уже дальше передаете на стационарное. Да, на стационарное. А как же проверять зрение? Там же нужно 5 метров. Нет, знаете, мы садим здесь больного и мы показываем. Но здесь, то, что я хотела сказать, мы смотрим и детей, и взрослых. Мы уже определяем. Определяем здесь, если, например, расстояние здесь 3,5 метра, уже садимся. То можно пониже, да? Пониже, да, пониже и уже спокойно можно определить. То есть это вот для детей, да? Для детей, да. Я, честно говоря, в своем детстве я уже не помню, как оно там было, да? То, что здесь вот мы и специалисты смотрим и взрослых, и детей одновременно. Одновременно смотрим. Супер. И соответствующее лечение, назначение. Если нуждается, то в дальнейшем наблюдение вызываем на себя. И таким образом очень хорошо для сельского населения. Отдаленный, не у всех есть возможность приехать в районный центр. Конечно. Здесь приехали, очки подобрали. Конечно. Уже у них, как говорится, сделали все для блага народа. Обеспечение продуктами питания и медицина – это главная вещь, что должны быть в отдаленных территориях. Потом уже дороги и все остальное, обучение и так далее. Продукты питания и медицина, потому что я часто сталкиваюсь, что люди говорят, что нету обеспечения. Да, я заберу. Что люди говорят, что нету обеспечения медицинского, и это просто беда для жителей сел. Нет, у каждого аула доступна качественная медицинская помощь. Самое главное – диагностика. А там уже от нее дальше и шагаем. А сколько приехали на два дня и через сколько сюда приехали опять? Мы четыре раза в год приезжаем. Четыре раза в год, да? Каждые три месяца, потому что в один приезд одна партия людей проходит, а другие где-то на работе или на отъезде. Второй раз приехали, уже другая, и мы за год охватываем все село. Понятно, понятно. Здоровья вам, здоровья, не болейте. Давайте дальше посмотрим. Саламалайкум. Лор, врач от Ларингоровых высшей категории, Аргенова, Сатна, Каляк-Пировна. Вот сейчас же очень много заболеваний верхних дыхательных путей, уха, горла и пазух-нос. Вот на данный момент здесь у нее все для этого есть. Я вот знаю, зеркальце только вот это вот, штука называется, а это не знаю. Риноскоп. Это риноскоп. Риноскоп, это нос смотреть. Риноскоп, это нос смотреть. Это оттоскоп. Оттоскопом можно и горло, и нос, и уши посмотреть. У вас уши болят или вы пришли на осмотр? На осмотр. На осмотр, да? Понятно. Супер. Так, а это что за шкаф? Это банк крови. Это рефрижератор, холодильник. Он банк крови, специально здесь, если мы привозим необходимость, будет там плазму хранить, препараты крови. Вот для этого предназначен, выставляется температурный режим. Понятно. Здесь у нас... Саламу алейкум мы тут, извините, тут... Здесь у нас УЗИ, ЭКГ проводят. Вот, на данный момент у пациента проводят ЭКГ. ЭКГ у нас 12-канальный. По современным требованиям соответствует. Вот это, да. И все это на компьютер сразу же, наверное, да? Да, я все снял компьютер. То есть, все видите. И здесь у нас кабинет акушер-гинеколога. Кресло. Здесь нету никого, к счастью. Да, здесь есть конфиденциально, можно закрыть дверь, осмотреть, как положено. Сейчас в наше время очень много... Женское здоровье очень важно. Да, очень важно, конечно. Чтобы рождалось потомство здоровое. Здоровое, конечно. Надо внимание обращать к здоровью женщин. Это в первую очередь. У нас сейчас прерогатива дитя и мать. Вот, в первую очередь, беременные. А мужикам что делать-то? Мужикам-то это... Так обойдутся, да? Мужик, он будет засмотреть. Ну, просто, в первую очередь, прерогатива дитя и ребенок. А, мама и дитя. Да, ну да, то есть это всегда на самом деле больше внимания женщин всегда. В этом году... Интернатура, Резидентура, Магистатура, вот они выходят и общий. И детский, например, невропатолог, детский, взрослый невропатолог или детский лор-врач, взрослый лор-врач. То есть он может, да? Да, уже универсальный. А вот проблема с кадрами, как? В связи с тем, что обучение 11-12 лет, выпускники в отдаленные районы не приезжают. Потому что они за это время успевают жениться, обустроиться, детей заводят. И всеми путями стараются остаться в городе. Если не в государстве, то в частный медицинский центр устраиваются. У нас, например, в районе 18 специалистов нехватка. И всеми специалистами востребованы. Три акушера-гинеколога, три анастезиолога-врача. Нужно, да? То есть потребность. Два хирурга нужно, три педиатра нужно. Да, я слышал, что тут и жилье могут обеспечивать. Да, у нас в первую очередь, когда мы себе выпускников приглашаем, мы им пакет, соцпакет, в том числе жилье. А если это не только жители Казахстана, а жители других стран, дипломированные специалисты, закатят? Да, если проходят на страфикацию диплома, и после этого мы принимаем на работу. До этого они получают сертификат, с получением сертификата, мы их возьмем на работу. Друзья мои, вот мы начали говорить про сельское хозяйство, потихоньку перешли к медицине, потом прием на работу, несколько для нас тоже удивительно, но на всякий случай я все контакты какие-нибудь, контакты я оставлю, какие-нибудь контакты, по которым вдруг так случится, что специалисты там из России, из других стран захотят переехать. Они имеют полное право устроиться у нас, спосредостроить на сертификат с дипломом, получение сертификата, выпрямим. И у нас заработная плата, например, 500 долларов, начиная широчая и выше. Вот 500 и выше. Да, если брать в долларах, а... Ну, слушайте, ну это уж точно не самая маленькая зарплата. Да, это начинающий врач. Это уж точно не самая маленькая. А врачи, они получают и некоторые, и по 2 тысячи долларов. 2 тысячи долларов. Да. Ничего себе. А если нас смотрят врачи, напишите, какие у вас зарплаты, и в каких странах вы, и в каких регионах живете. Это просто, ну, интересно, да? Да. Так, ну что мы можем сказать про нашего пациента? Здоров? Заглянем к нему? Ну, здесь... Или медицинская тайна? Нет, нет, не тайна. Мы, посредством, есть у нас Айгюм система. Он, и этот, нет, не Айгюм, я ошибся. По WhatsApp мы передаем кардиологу. По WhatsApp? Да, по WhatsApp. Кардиологу. Да, кардиологу. А после этого заключение приходит расшифровка, и уже участковые врачи, дальнейшие, так, есть необходимость до обследования, отправляем в район. Ну, то есть вы здесь сняли, отправили кардиологу, и он расшифровывает, получается, да? То есть ваша тут такая техническая работа, да, а он дает дистанционно, удивительно. А рентген у нас, вот тоже мы отсылают они, а там есть система Айгюм, заносят Айгюм, и уже в любом месте, кто подключен к этому системе Айгюма, они смотрят даже в Астане, если их подключен, они могут просмотреть. То есть, если нужно, мы можем там Астану подключить, условно говоря, да, в столицу, да, получается? Вот, например, онкологическая читка, я первую отправлю здесь делаю, а потом отправляют в онкологию, и они там у себя открывают Айгюм, и закучение своем. Это очень удобная вещь. Оно уже ничего пересылать не надо, то есть оно сразу же в этой системе. Да, в этой системе. Класс. Айгюм называется. Класс, класс, класс. Вот это да. Так, друзья мои, мы посмотрели весь автобус, и опять же хотел бы услышать от наших зрителей, видел ли кто-нибудь за пределами Казахстана такие автобусы. Я повторюсь, что в конце советских времен были поезда, медицинские поезда, когда Союз развалился, поезд проезжал частично по территории Казахстана, это было совместное действие, это эти врачи обслуживали и жители Казахстана, и жители России. Потом, насколько я знаю, у нас такие поезда ездят от Омска и туда дальше на восток, но где-то вот на центральную часть России и так далее, я не слышал про таких поездах, и уж тем более я не слышал о таких автобусах. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, я не специалист в этом деле, не слежу за этой темой, но если вы знаете, пожалуйста, друзья мои, напишите, просто очень интересно. Повторюсь, жители отдаленной территории получают классное обследование и могут обратиться, и это бесплатно. И это бесплатно. Это входит в пакет гаранативный объем бесплатной медицинской помощи. И если вдруг выявляете какую-то патологию, вы совершенно смело можете отправлять в больницы, в областные, районные, областные и так далее, республиканские. Ну, в этот пакет входит обязательно флюорография, вы сами знаете, чтобы не пропустить раннее выявление туберкулеза, потому что все-таки это животноводческий регион, и туберкулез, бруцелез, здесь большая вероятность. Может быть, да. Может быть, да. И это, здесь у нас как предпровосмотр, которые для первых выявленных отправляют в дальнейшее дообследование в районный центр, а там дальнейшее, если необходимость действия, отправляем в областные. Онкологический диспансер, туберкулезный диспансер или областная больница, вот, в которой вы сегодня видели специалисты, они работают в областной больнице. И Сталдыкургана, да. Да, и Сталдыкургана. Так, а вы, как руководитель, тоже сопровождаете каждый раз? Да, мы контролируем, чтобы была качественная медицинская помощь. Вот мы, это моя функция, она обязана сходить, объезжать все медицинские пункты, контроль за качеством исполнения поручений. Есть такое? Асхат Куанышбаевич, скажите, пожалуйста, сколько же стоит такой автобус? Этот автобус стоит 156 миллионов 700 тысяч в тенге. В тенге, да, то есть, ну... А если на доллар перевыкнуть, на сегодняшний день, это 334 тысячи долларов. Если брать по курсу, 460 деньги. Ну и опять же, это за счет государства, естественно. Это за счет государства. Было в свое время куплено Министерство технологии и индустрии, совместно с Министерством здравоохранения. Такие автобусы во все областях. А если ломается оборудование? Кто его чинит? Ну, мы же на этом же. Она же в 20-м году в течение трех лет на гарантийном обслуживании. Понятно. Спасибо вам большое. Очень было приятно, да, очень было приятно, на самом деле, увидеть современную медицину в ауле. То есть, мы находимся в... далеко от больших городов, скажем так, да? Да, где вот сейчас это? Архарлы, да, называется? Архарлы. Здесь ближайшее село, вы знаете, район 90 километров, 70-80 километров где-то, а так, 70-80. А здесь все, здесь дальше Каракул начинается. Самый тупиковый населенный пункт. Вот так вот, друзья. Мы сейчас мы пойдем еще снаружи его вам покажем. Этот автобус уже на улице темно. То есть, врачи до которого часа работают у вас? До 6 часов. До 6 часов. Ну, на сколько времени? У нас без 10, 6, хоть никого мы не задержали. Вот. Еще раз спасибо, большущая удача. И главное, чтобы люди не болели. Ни вы, ни врачи, ни ваши пациенты, чтобы все были здоровы. Вот так вот, друзья мои, и вы тоже не болейте. Проходите вовремя профилактические осмотры, занимайтесь своим здоровьем. Искренинги. Это вам говорит Алексей Евгеньевич Воложанин, который сам не ходит. К сожалению, но обезуясь. У нас была удача. Спасибо большое вам. Рахмет всем. Здесь вот можно сдать анализ крови. Там мы видели, как маленьким детям дают чупа-чупс, что меня больше всего поразило. Здесь не знаю, дают детям чупа-чупс или нет. Но вот можно сдать кровь и, соответственно, все общие анализы крови и так далее. Там холестерин, говорят, можно выявить. Друзья мои, сейчас конец рабочего дня. Вообще здесь автобус оборудован двумя умывальниками, но воду сливают, потому что на ночь оставляют. Сейчас я правильно понимаю, да, чтобы не замерзло, потому что сегодня утром у нас было, сколько, 13, что ли, 16 градусов мороза. А здесь это может быть еще и ниже, да, то есть вода сливается. Но вода здесь есть и еще умывальник есть в задней части автобуса. Мы, ребят, немножечко заглянем во внутрянку. Здесь стоит кондиционер, это на лето. Сейчас работает тепловая завеса. Вот. А здесь вот стабилизаторы всякие. Да, чтобы 380 тут кабеля. Вот. И стабилизатор стоит, чтобы было, ух, красота. Нафаршированный автобус. А чей он, корейский, да? Китайский? Китайский? Китайцы. Ребята, стыдно должно быть нашим странам, что наши соседи делают такое оборудование. Давайте еще автобус чуть-чуть обойдем, посмотрим. Стыдно, что они делают, а мы нет. Вот что я хотел сказать. Супер. То есть он может вообще автономно тут... Да, там генератор стоит. Генератор стоит, да? Пойдемте посмотрим, да. То есть он может работать автономно. Йотонг. Вы нам денег должны. Вот он на дизеле, да? То есть работает из бака, из бака получается, да? Ага. То есть он работает автономно. И он длинный какой-то. Сколько он метров? 12, по-моему. 12 метров, да? Да. Вот это сбоку для инвалидов. Вот эта дверь открывается, там выходит. А, то есть это площадка для инвалидов получается, да? Вот эта дверь открывается, вот эта там вытаскивается, как... Ага. То есть снимается и лифтом поднимается на коляске. Ну, все для людей. Коляску, да, 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 я понял. Супер. Лифт. Открыватель. Отлично, отлично. А тут что? Кондиционер тоже, отлично. Тоже кондиционер, да? Ага. Понятно. Вот так вот. Но сейчас в автобусе на самом деле очень тепло. Да, там автомобиль стоит. Да, потому что на улице-то все... Сейчас уже 15 точно есть, а то и пониже. Вот. А в автобусе очень тепло. А вы водитель? Водитель. Как вас зовут? Айдос. Айдос? Как водить такой автомобиль? Нормально. Нормально? Ага. Ну, он автомат, наверное, все там... Нет, механика. Механика, да? Там все, условия там. Ханикамер там. Все есть. Супер. Ну, то, что у них есть портативные или какие-то, которые с собой могут... Да, 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 да. То есть оборудование-то все было. Они сказали, по ним проблем не было. Да, 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 да. Вообще все. Я говорю, и хирурги, кардиограмму и все. Мне очень понравилось, что не нужно ждать результата там неделю. Нет, нет, нет. Там самые дальние на следующий день уже давали. Да, самые дольше. А то в тот же день. Да, да, да. И самое главное, они приехали какие-то мини-операции на месте делать. Не было этого. Да, да, да. То есть какие-то минимальные операции. Меня обрадовал конечный результат, что люди все здоровы. Кроме вот одного. И то, хорошо, что у него заранее выявили. Да, на начальной стадии. Я этого парня хорошо знаю, он там табунищиком был, теперь овец, оказывается, пасет. Классно, вовремя, вылечили, наверное, уже. И все. Но это все на заметке у руководца. Там область его сама встретит и сама его вылечит или проперирует. Друзья мои, когда мы ехали снимать вот эти медицинские процедуры, я все не мог понять, как мы это будем увязывать сельскому хозяйству. А на самом деле это и есть сельское хозяйство, когда руководство предприятия заботится о своих сотрудниках, когда есть такой прекрасный конец-центр, когда приглашают врачей, специалистов, чтобы люди, которые работают в суровых условиях, в степи, в ветре, в холоде и так далее, могли получить своевременную и заблаговременную медицинскую помощь. Это очень-очень здорово. Я бы пожелал всем брать пример с организации такого бизнеса, с организации такого хозяйства, чтобы забота о людях, от этого зависит ваш бизнес. Я так думаю. Я абсолютно согласен с вами. Спасибо большое, Бауржан Кенезбекович. Реально было очень приятно посмотреть, как работают ваши специалисты. Мы уже, скажем так, я надеюсь, не совсем чужие люди в вашем хозяйстве. Мы не первый раз приезжаем. Как членов нашего хозяйства. Сотрудников рассматриваем. Поэтому, я говорю, даже я сходил и прошел диспансеризацию, пообщался с людьми. Опять же, мы уже половину этих людей знаем, кто там работает у вас. Это очень-очень здорово. Спасибо вам именно за заботу о людях. Это очень здорово. Вы знаете, Алексей Евгеньевич, я хотел бы в ответ на вас поблагодарить, потому что в Казахстане все равно много хозяйства. Многие, я уверен, не знают, что есть такие программы, что их могут приехать бесплатно полечить. Наверняка многие пользуются. Я не в курсе, потому что я не смотрю передачи. Благодаря вашей передаче, я думаю, многие хозяйства, по крайней мере, Казахстана, в других странах тоже это есть, узнают, что медицина у нас хорошо оснащена. Определенные виды болезни лучше упредить, заранее профилактику сделать. Мы сидим, фасаемся, говорим, что вот животных в году три раза они пропускаем через расколы и то-то, то-то. Знаете, бывает стыдно, когда в первую очередь не заботятся о людях, сотрудниках. В других наших компаниях проблемы нет, он в городе может там или где-то еще обсидываться, правильно? И то умудряются запустить, а потом ходят, говорят, вот, надо столько-то тысяч долларов в какой-то стране или где-то, как будто там их спасут. А проблема в чем? В культуре у народа должно быть, что через определенное время нужно проходить обследование по каким-то видам. А после этого, пожалуйста, есть деньги, есть время, езжай, отдыхай, где хочешь. А люди у нас как? Есть деньги, время сразу куда-то ехать, отдыхать, не зная о своем диагнозе, не обследовавшись. А потом идут умирать. Поэтому за счет вот таких передач люди должны знать, что есть такие программы, где тебя бесплатно обследуют. Я понимаю тех людей, которые в городах или каких-то больших населенных пунктах живут. Понятно, везде по-разному могут приехать там, где-то очереди, где-то еще что-то. Кого-то нервируют, кого-то мешает по работе что-то. Чтобы все это исключить, наши животные воды сейчас может неделями ходили бы обследовались, правильно? Ну, конечно. А тут приехали их за полдня, обследовали еще, подарки дали им, еще отдохнули, уехали. Я поэтому вас благодарю и медиков в том числе, чтобы знали про такие программы, другие хозяйства и могли пользоваться. Вы, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли и видели ли вы такие программы в России или в других странах. Я знаю, что в конце советских времен запускали медицинский поезд. Он как раз шел по части Северному Казахстану и дальше туда, в Сибирь. К сожалению, я больше не знаю, развивается эта программа или нет, и как обстоят дела в России. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы в курсе. И главное, друзья мои, не болейте, будьте здоровы, вовремя проходите обследование. Я вам как врач говорю. Пока-пока, друзья мои, до новых встреч. Друзья мои, а еще у нас есть фермерский форум в Телеграм по этой ссылке, где вы можете пообщаться с другими фермерами. Также не забывайте про наш форум на портале фермеру. А здесь и здесь вы можете посмотреть другие наши видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok